Косковская Наталья Минаева у микрофона. У нас в гостях сегодня писатель-футуролог Максим Калашников. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и никуда мы не денемся от этого человека. Эдвард Сноуден пересек таки границу с Россией. Ему вручили удостоверение о временном убежище, которое он получил в Российской Федерации. Более того, по сообщениям его адвоката, господина Кучерена, у него здесь вдруг неожиданно объявились американские друзья, которые помогут ему не просто здесь устроиться, но еще, что меня особо настораживает, помогут ему по заявлению Кучерена обеспечить его собственную безопасность. Я уже говорила в эфире, что это очень... Американские друзья? В том-то все и дело, что американские друзья обеспечить безопасность одного из самых разыскиваемых. Не в Кремле, а в американские друзья. Я понимаю вашу иронию, но так или иначе это официальное заявление Кучерена. И вот сейчас в ближайшее время, сегодня будет решено, где Сноуден будет жить, но это место будет тщательно скрываться в тайне. Единственный вопрос сейчас возникает, вот если, например, выходить на какой-то политический уровень, помните, ведь когда только пошла речь о том, что мы можем приютить Сноудена, мгновенно появились спекуляции о том, что это может серьезно нарушить российско-американские отношения, вплоть до того, что Обама не приедет на саммит Большой Двадцатки в Питере. Ну, знаете, честно говоря, а в чем трагедия? Вы меня удивляете, как-то в чем трагедия, но это будет последняя жирная точка в отношениях между США и Россией. Не будет. Российская Федерация будет также перегонять свои валютные резервы, сейчас финансовые резервы в доллары, будет хранить в западных банках. Какая жирная точка? Как зависела Российская Федерация от западной финансовой системы, так и будет зависеть. А если западная система покажет нам козью ножку, потому что мы приняли Сноудена... Вот я предлагаю вам определиться с вашей позицией. То, что мы приняли Сноудена, всерьез повлияет на текущую ситуацию в США? Нет. Не повлияет? Нет, я думаю, что нет. И США не будут нам ставить палки в колеса? Вот ведь что важно. Да, мы можем... Ну, в чем они, простите, в чем они нам поставят палки в колеса? Что они на Олимпиаду не приедут, но только Олимпиады, слава богу. Я думаю, моя позиция по Олимпиаде в Сочи давно известна, с 2006 года. Я считаю, что это преступление, проводить Олимпиаду в Российской Федерации. Это бессмысленная трата денег. Я даже порадуюсь, если начнется бойкот. Это ускорит... Тогда это будет втройне бессмысленная трата денег. Да, я думаю, она была, так сказать, бессмысленной в Кубе, даже когда сама Олимпиада начинала. Ну, хорошо, так или иначе, к Сноуду, ну, хорошо. Вот мы перечисляем, чем бы нам могли ответить Соединенные Штаты Америки. Первая, Обама не приедет на саммит. Вы говорите, ну, не велика беда. Ну, не велика беда. Америка, Канада, Великобритания бойкотируют Олимпиаду. Не велика беда. Что-то еще? Ну, нефть из Российской Федерации продается не в Соединенные Штаты, и газ тоже. Они идут в основном в Европу. Ну, чуть-чуть меньше в Кита. Эти, так сказать, странные нас не будут бойкотировать. И газ они будут покупать. Дальше источники технологии. Ну, в принципе, и у американцев, и у европейцев они примерно на одном уровне технологии. Да, РФ это технологически отсталая страна, покупать можно их и в Европе. А как источник капиталов в США давно уже импортер капиталов и экспортер. Так что, в общем, так вот, если объективно, то мало, так сказать, что повредит. Ядерную войну Соединенные Штаты не начнут. Расскажите об этом японцам. Это была Вторая мировая. Я понимаю, я знаю, что это. А сейчас другие, это другие люди совершенно. Другая уже элита по качеству. Вы что, верите, что из-за Сноудена американцы начнут? Безусловно. Нет, конечно. Ядерной войны из-за Сноудена не будет. Холодная, да. Даже той холодной войны не будет, на самом деле. Друзья, Сноуден настолько, настолько фигура... Ну, я не могу сказать, что ноль. Все-таки американцам она нужна. Значит, что он чего-то довесит. Ну, в принципе, она... Символичная, скорее всего. Символичная, да. Но настолько вот непринципиально все то, что сейчас происходит, утверждает Максим Калашников, что тот факт, что Сноуден пересек границу России и где-то сейчас, может быть, гуляет там в аллеях Александровского сада, это вообще ни на что не повлияет. Тем более на отношения Соединенных Штатов с Россией. 916-55-81. Это позиция Максима Калашникова. 916-55-82. Вы все-таки считаете, что Соединенные Штаты Америки сейчас предпримут какие-то шаги для того, чтобы реально ответить Российской Федерации? Они очень долго просили нас, они очень долго предупреждали нас, они очень дипломатично меняли формулировки. В конце концов, внешнеполитическое ведомство США докатилось до того, что предлагало вообще отменить термин экстрадировать. Сказали, вы отдайте нам его, хотя бы просто отдайте. Ну и нынче, когда все-таки случилось то, что случилось, они непременно предпримут ответный шаг. 916-55-82. Это если в случае вы не согласны с Максимом Калашниковым. Хорошо, тогда такой общий вопрос. Ну мы должны были это делать или нет? Да, конечно. Как сделал бы я, как бы разыграл, я сейчас не кривлю душу, я давно об этом думал, когда только началось. Будь я в Кремле, например, надо за себя отвечать. Во-первых, Сноуден бы прилетел, его бы никто не увидел, я бы сделал бы... Можно было поступить двояк. Первое, сделать невинное лицо, я вообще никакого Сноудена не вижу. Но здесь его... Ну Ваньку валять на глазах у всего мира, ну не комильфо. Извините, и так валяли эту Ваньку первые дни, если вы помните. Да, 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 да. Ну не постоянной же основе. Нет, я же сказал, я бы поступил, выбирал бы из таких вариантов. Первый вариант. Его встречает спецслужба, он здесь получает работу, новую внешность, и как Иван Иванович работает у нас во внешней разведке, собственно говоря, как делалось в Советском Союзе. Второй вариант. Если Сноуден не хочет оставаться, да, я опять же встречаю, говорю, я никого не видел, вообще не вмешивайтесь в мои дела. А потом спустя полгода под видом совместных маневр или визита дружбы в Венесуэлу на борту Ту-95 бомбардировщика, он улетает в Венесуэлу. Тешито, крыто. И, наконец, третий вариант. Третий вариант. Я хочу США сделать козью морду. Я с императорского плеча, с царского, молодец парень, молодец. В принципе, ведь Сноуден рассказал, что и так было известно. Ну, естественно. Он в Комсомольской правде печатали серию статьи. Забыл автора, хорошая, очень умная женщина. Она сам прочесала сайты, открытые. Ага. Ну, сказал. Все знали об этой призме. Я бы с царского плеча Сноудену шубу, молодец паря, в сторону США. А что вы на парня-то прыгаете? И у меня он остается, пожалуйста, под защиту и прочее. Открыто и прочее. Путин разыграл это очень для себя неудачно. Ну, я вообще считаю, что Сноудовщина вот эта, она на самом деле, как и Депардьевщина, да, разыгрывается с одной целью. Замазать в тот факт, что в Российской Федерации пошел экономический спад. Очень серьезный. Для отвода глаз. Да, для отвода глаз. Так или иначе, позиция у нас определена. То, что Сноуден пересек границу Российской Федерации, утверждает Максим Калашников, писатель и футуролог, ничего не изменит в отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов. Абсолютно это никак не скажется. Сноуден фигура символичная, она нужна Соединенным Штатам только для того, чтобы совершить публичную порку, которая только что была совершена в отношении Меннинга. Обаме нужны подобные показательные выступления, чтобы другим неповадно было. 916-55-81 это позиция Максима Калашникова, вы ее поддерживаете. Вы не согласны, вы считаете, что США очень долго нас просили. Очень долго. Не получили желаемого, мы подергали, подергали на свою голову тигры за усы. 916-55-82 ждите последствий. После рекламы я подвожу итоги голосования и мы начинаем принимать звонки тех, кто не согласен с Максимом Калашниковым. Позиция стоять до последнего. Друзья, в студии Русской службы новостей писатель-футуролог Максим Калашников подводим итоги голосования. Ну что же, останавливаем сейчас это голосование, подводим его итоги. Вот какие цифры. 85,5% Максим абсолютно согласен с вами. Ничего не будет. Сноуден фигура символическая и уже на самом деле как бы изрядно подоевшая, мне кажется, и одной и другой стороне. Но есть люди, их немало, это 14,5%, мы не можем игнорировать мнение, которые с вами не согласны, которые считают, что вот тут-то как раз шалопнет терпение и мы пожнем все, что посеяли. Друзья, вот именно вас сейчас я прошу звонить 788-107-0 через код Москвы 495. Алло, здравствуйте, слушаю. Да, прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Русский суд новостей? Да, вы в прямом эфире и вы не согласны с позицией нашего гостя Максима Калашникова по поводу Смолова. Извини. Ничего страшного, 788-107-0. Алло, здравствуйте, прошу вас. Здравствуйте, это Модест. Да, Модест. Вы знаете, у меня какое-то ощущение вот... Вы согласны с позицией нашего гостя или не согласны? Не согласен. Не согласны? Да, не согласен с гостем, потому что у меня с самого начала ощущение некой провокационности вот всего происходящего с этим агентом. Пользу он никакой не принес. Сказал то, что все знали давным-давно. Вообще, у меня такое чувство, что это одна из многочисленных провокаций против Российской Федерации. Я поэтому и не могу согласиться с вашим гостем. Другое дело, что Путина можно посочувствовать. Его поставили... Если вы говорите, что это провокация, то кем эта провокация устроена и на что нас провоцируют? Соединенными Штатами Америки, а вернее теми во власти Соединенных Штатов Америки лицами, которые хотели бы резкого обострения отношений... Принято, да, спасибо. Хорошо, давайте попробуем. Если в этой провокации участвуют сами власти Российской Федерации, ну, значит, цена этим властей, если они ведутся на провокации... Говорят, что... А, цена властей, что если ведется на провокацию? Если они ведутся, это во-первых. Второе, есть очень... Я предлагаю проверить, если война пойдет всерьез, если с наудом действительно всерьез, то война пойдет информационная. Мы, во-первых, узнаем, для того, чтобы уничтожить Владимира Владимировича Путина, надо придать мировой огласке подробности его... Как политическую фигуру. Да, давайте. Значит, да, политическую фигуру, да, политическую смерть Путина, да, его в изгое превратить. Надо придать широкой мировой огласке подробности его биографии питерской, собчаковской и подробности гексогеновой осени, соответственно, там учения в Рязани и прочее, прочее, что было в 2002 году, эта попытка была... Но спекуляции было масса. Да, мы не будем говорить, правда это или нет, да, хотя я считаю, что там нет дыма без огня, но, тем не менее, правдой становится то, что, как говорится, оседает на мозгах. О чем гремят мировые сны. Я согласна. То есть, если начнется уничтожение такое Путина информационная, если ближайшие лица из его окружения, не там шестерки, лишаться выезда визы в США и в Европу, например, да, и Путин сам, как Лукашенко, например, станет невыездным в Европу и в США, вот тогда я поверю, что война пошла всерьез. И начнутся громкие конфискации активов именно ближайшего окружения Путина. Вот я хочу, предлагаю слушателям запомнить вот эти маркеры. Если это начнется, значит это всерьез. Не начнется, ничего всерьез не будет. Это единственное оружие США, кстати говоря, в воздействии на верхушку правящую, доступ к активам и к их прошлому, соответственно, сообщение об их прошлом. И визы, соответственно. Визы, соответственно. Ну да, это доступ к активам. 7-8-8-7-7-0, телефон прямого эфира для тех сейчас, кто не согласен с Максимом Калашниковым и считает, что война всерьез начнется. Пускай даже та, которую сейчас набросал, набросал вот такой сценарий возможной развития событий Максим Калашников. Алло, здравствуйте. Война серьезная начнется из-за снова. Ну, я считаю, что Олимпиаду в Сочи мы должны американцев предупредить, независимо, разведчик наш это или их разведчик, Олимпиада должна состояться. Сейчас не 80-й год. Нахрена тогда все это затевать было? Нахрена затевать было? Ну, господи. Отвечаю, отвечаю. Олимпиаду в Сочи затевали для того, чтобы омертвить русские ресурсы, которые могли бы пойти в железные дороги, в авиацию, в промышленность. А разве не поднять инфраструктуру города Сочи, не поставить свои спортивные достижения лицом? Это десятые по сейчас, по нужде, так сказать, по очередности, простите, задачи. Да, да, да. Сначала нужно спасти нацию от вымирания, сначала нужно жилье молодым семям, коренным, русским. Прежде всего, у нас русский народ вымирает. Нужно дать работу, нужно дать коммуникации, нужно вообще развивать страну Сочи. Это пирамида египетская, бесполезная. Это омертвление денег. И мне всегда вспоминается анекдот советский. Американцы стоят в ультиматуме в Москве. Если вы не выведете войска из Афганистана, то следующая Олимпиада 1984 года будет тоже в Москве. То есть, на самом деле, Олимпиада в Сочи это бессмысленное зарывание денег в землю. И да, зачем, спросил наш слушатель, что правящая верхушка могла нагреть на этом руки. Там сколько будет отпиливано? Понятно, там стоимость пяти Олимпиад уложена. Понятно, что это способ перевода денег в частные карманы. Но ведь вроде, помните, Путин приезжал, инспектировал, даже выгнал... Это личное горе самого Путина. Просто сам трамплин, я посчитал, сам трамплин это восемь громадных животномоческих комплексов, которые могли бы, так сказать, на деньги, потраченные на Олимпиаду, можно было ввести в оборот 40 миллионов брошенных гектаров земли, обустроить их дорогами, поставить там еще животномоческие комплексы, например, и полностью отказаться от импорта продовольствия, себе завоевать продовольствием безопасности, и людям работу дать, и жилье. Вот же американцы хохочут над такой раскруткой Сноудена в России. Так пиарить пустышку могут только у нас, говорит слушатель, который подписался как кочегар. Ну, так мы же сказали, зачем делается Сноудовщина, чтобы люди не думали о действительно важных проблемах. Ну, сейчас вот сообщили, я ехал в Бизнес.ФМ, до этого Якунин сказал в марте, все, падают объемы перевозок грузов внутри Российской Федерации, экономика садится, предвыборные указы Путина нечем выполнять, подрываются уже доходы бюджета. А тут как Сноуден прилетел? Какой Сноуден? Мне всегда вспоминается карикатура из советского крокодила. Тогда, помните, была мыльная опера про рвание уизауру? Две бабы стоят, одна с ломом, другая там с лопатой в этих чернажах. Только что они ворочали там шпал. Да, да, да. Как он сказал, Леонси, что пошлет уизауру на плантацию, у меня же кровь, сердце кровью, понимаете, облилось. Мы сами, так сказать, в пахучей субстанции, нам надо думать, как выскочить из кризиса. Нет? Но мы думаем про Сноудена, друзья. Нет, нас хотят заставить о нем думать. Да, нас хотят заставить о нем думать, но вы понимаете, я еще раз говорю, что все-таки это факт, что он пересек границу. Здесь обнаружились какие-то американские друзья. Время, да, мы жестко следим за временем. Я хочу напомнить, еще раз вам результаты голосования, 85,5% считают, что это никак не повлияет ни на что. 14,5% убеждены, что начнется реально суровая война между США и Россией. Сейчас небольшая реклама, и мы...